Привет, ребят, с вами мистер Вань Кейс, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик непосредственно посвящен замечательнейшим просто обновлениям. Ну, как это? Это, наверное, больше сарказм. Сегодня пройдемся по тем новостям, которые у нас только-только произошли в игре. Это уже сегодня у нас такой второй внеплановый видеоролик. Если вам заходит быстрый вброс информации, то обязательно поддержите данный видеоролик. Сегодня пройдемся по тем новостям, которые у нас появились. Вы видите перед собой новость, которая написана «Прощай, флэш». И также завтра еще стартует новый эксперимент. И сегодня я обо всем этом хотел бы пройтись, сообщить вам, поговорить, да и узнать у вас вашу точку зрения по всему этому поводу. Наверное, давайте сначала пройдемся по такому вот оповещению от разработчиков игры, как «Прощай, флэш», которая появилась буквально совсем недавно. Буквально, наверное, может, полчасика назад. Наступил тот самый момент, второе число, а это именно завтра, флэш прекращает свою работу в ТО и больше у нас флэш, по сути, не будет работать. И к этому всему делу, тут как бы разработчики там расписывают, да, там то, что флэш так долго работал и все дела. Теперь они переходят на новую HTML5-версию. И говорят о том, что со второго числа по седьмое число рестарта будет «Хорнета рельса на песочнице» как форматный бой матчмейкинга. Это довольно неплохая вещь, при том, что эти «Хорри рельсы» будут, я так понимаю, еще и в «Легаси» скинах. Где-то здесь это я тоже видел, где-то это было написано. Но сейчас... А, да, вот здесь есть «Легаси» скины. А, нет, это не с... Получается не со второго числа, а с четвертого. То есть, на... С пятницы по воскресенье будет у нас «Хорнета рельса». Легендарная песочница на «Легаси» скинах. Интересно. Я думаю, что это даже, может быть, зайдет. Но, наверное, самое интересное впереди. Со второго числа по седьмое число. То есть, со второго числа, это с завтрашнего дня по воскресенье. Ну, то есть, рестарт понедельника. Кристал... Будет во всех матчмейкинговых боях падать кристаллы вместо дропа. И тут я вам могу сказать. Для кого? А для кого они будут падать? А зачем кристаллы? Как по мне, это шляпа. Ну, не знаю, может быть, кому-то и хочется эти кристаллы половить. Но я склоняюсь к этому как больше как негативным вещам. Все-таки дроповые расходники и дроп вообще в целом, да, он должен быть. И заменять его на кристаллы, это глупо. Окей, если бы были бы и дроповые расходники, и кристаллы, это было бы круто. А так, все, что они сделали, они сделали все то же самое, что есть сейчас на маленьких званиях. они взяли и доработали, и сделали и дроп, и кристаллы. И это очень печально. И в очередной раз подтверждают тому, подтверждают, подтверждают мои слова о том, что, ну, как бы, ну, даже такую простую работу они решили не делать. Им стало, наверное, сложно. А может быть, это было очень долго, наверное, делать. И поэтому ее не сделали. Дальше у нас появляются заданочки. Также появляется краска флэша, которую можно получить, выполнив все супермиссии. А супермиссии у нас такие. 15 тысяч очков в CTF, 15 флагов в CTF, уничтожить 300 хорьков в любых матчмейкинговых битвах. А, то есть, это можно форматный бой, я так понимаю, играть. Это с 4-го числа, да? И уничтожить 300 танков с помощью пушек большой дальности рельса Магнум Гаусс. Ну, то есть, вообще, в принципе, можно вот эти две заданки выполнить в форматке. С призами, ну, не смешно. Да, то есть, по одному контейнеру, ну, даже не ультра, даже не ультра контейнера, по обычному, простому, одному контейнеру давать, когда у вас просто закрывается флеш, ну, это прискорбно. Ну, это максимально прискорбно, да? Я не хочу сейчас жестко чмырить, но, ну, вы понимаете, да, мою точку зрения по этому поводу. Ну, это зашквар. Просто зашквар еще. Ну, по одному контейнеру давать. Ну, кто дает по одному контейнеру? Ну, дайте вы хотя бы там, ну, по 5. Ну, ну, ладно, по 3. Ну, хотя по 3. Ну, чё, сложно, что ли? Ну, по одному, ну, это вообще, ну, ну, что это такое? но один контейнер с него падает 125 мин вообще 125 мин жалко что ли я не прямо с них же ничего все равно не падает почему же мотить его эти контейнеры в сумме тут можно заработать 9 кантов но с другой стороны как бы и заданки не такие сложные да то есть тут все эти заданки выполняются довольно быстро да то есть там за полтора-два часа можно выполнить все эти заданки если постараться то это языка . ничего там сверх удивительного нету поэтому прощай flash прощай flash друзья что могу сказать прощай flash я уже как бы сегодня видеоролик выпустил с последней своей каткой на flash версии игры я к этому клиенту скорее всего уже больше никогда не вернусь но вот такой вот подгончик разработчики сделали но как по мне можно было сделать намного лучше все таки есть и ребята которые до сих пор не согласны с html версии игры и они могли бы как бы хотя бы привлечь да то есть чтобы игроки зашли на html там за счет каких-нибудь интересных дополнительных призов они бы зашли бы их бы как-то замотивировал бы это а так когда там такие призы но если бы я бы был бы сторонником flash клиенты бил бы себя в грудь до последнего и говорил что я не хочу играть через новый клиент когда бы я бы увидел даже такие призы сказал бы о боже с такими призами я точно уйду на фиг она мне надо очень ну и вторая новость которая сегодня появилась это новости которые уже все знали эксперименты продолжаются завтрашнего дня уже начинается полноценный матчмейкинг 16 на 16 боевые группы расширится до 4 игроков и я честно говоря немножко расстроен что она расширится только на 4 было бы до 6 было наверное очень круто также здесь написано о том что если вдруг у вас упадет fps то вы можете там разрешение картинки снизить и играть комфортно да но это то что к чисто такая тема конечно не очень не очень если честно я не склоняюсь к этому но эксперимент 16-16 я думаю что будет интересен для меня так точно не знаю как для вас но мне будет очень интересно посмотреть все таки хп никакие не изменили никаких двойных хп нету а это значит что будет динамика будет скорость будет мясо будет экшен будет очень жесткая рубилова в матчмейкинговых боях я надеюсь на то что все игроки будут быстро прогружаться туда и с этим проблем никаких не будет а если будет с этим проблем то получится довольно динамичный интересный матчмейкинг на что я очень сильно надеюсь надеюсь на то что завтра именно такой матчмейкинг мы вместе с вами и увидеть вот такие вот новости с которыми я хотел бы с вами поделиться возможно вы об этом не видели высказать свою какую-то определенную точку зрения если вам зашел данный видос поддержите его лайком подписочка на канал ну и также хотелось бы узнать ваше мнение по этому всему делу что вы думаете по поводу такого вот оповещения от разработчиков о прощай флэше но про эксперимент я думаю что так уже наверно все знают можете лишь написать свою точку зрения как вы думаете зайдет вам 16 на 16 не зайдет поэтому как то так у меня друзья на этом сегодня все второй видеоролик можно так сказать не плановый залетает всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока